Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». Любимый и знаменитый актер ушел в политику, но, как оказалось, всего лишь на совмещении. Евгений Герасимов у нас в гостях. Приветствую вас. А я вас. Евгений Владимирович. Вот такой вопрос. Вам известны вообще в мировой практике такие же вот аналоги, что знаменитый актер, любимый, уходит в политику, но продолжает выходить и на сцену, и на съемочную площадку. Потому что Шварценеггер, допустим, он же, когда стал губернатором, он там потом вернулся. Шварценеггер – это другое дело. Он там не только был губернатором, он деньгами занимался. Да. А Герасимов не занимается? А Герасимов не занимается. Герасимов не имеет права заниматься деньгами, поэтому он только следит за тем, какой бюджет города Москвы, и правильно ли он расходуется. А сам за деньги не имеет права отвечать. Ну, а серьезно, бывало так, что человек приходит в политику, я просто вот знаю, ну, вот пример такой, Иван Демидов был, рулевой ему за Бозу. Ему когда назначили канал руководить, сказали, золотой пиджак снимаешь, и про сцену забываешь. Либо, либо. Вот как это возможно совмещать? Вы знаете, когда я стал депутатом, я целый созыв, я отказался сниматься. Хотя я продолжал в Союзе кинематографистов помогать, будучи секретарем Союза, помогать молодым кинематографистам, все равно был как будто рядом. А поскольку я возглавил в Думе, в Московской городской Думе, комиссию по культуре и массовому коммуникации, поэтому я помогал и театралам, и, в первую очередь, молодым, и многим театрам в их проблемах, которые возникали. То есть я все время был в творческом процессе, но помогая, помогая. Со временем я стал профессиональным депутатом. У меня очень хорошие помощники по всем направлениям. Это, понятно, культура, образование, здравоохранение, городское хозяйство. То есть у меня есть люди, которые готовят мне материалы и следят за всем, что происходит. Я тоже слежу за всем, за тем, что происходит. И, тем не менее, да, я снял несколько картин телевизионных, документальных. Просто так время получилось, что, во-первых, у нас есть и отпуска, есть каникулы, на которые я никогда не езжу. Поэтому у меня был момент, когда накопилась возможность снимать или сниматься. И получилось, кстати, только из-за того, что ко мне обращались, ну, там, он говорит, вот, ты занимаешься сейчас, ну, вот, законопроектом о меценатстве. Ну, вот, помоги нам снять фильм «Сава». Ко мне обратились мои друзья-кинематографисты. Я стал пытаться помочь им. И уже Сева Сашиловский взялся снимать этот фильм. Нашли возможность, нашли финансирование. Ну, у Севы возник более, так сказать, хороший, более дорогой и ранее запланированный проект. А здесь, как бы, денег не очень хватало. Он говорит, я не могу. Причем Сева меня позвал сниматься в этой картине. Говорит, ну, я тебя прошу, ты уже сам меценат. А ты уже, ну, давай, в тебе уже, ты столько не снимался, в тебе все это, значит, накопилось. Давай, сыграй. Я посмотрел, я могу это время, если грамотно распределить, я могу сняться. И вот я уже согласился, время нашли. Сева соскочился с картин. Мне пришлось самому и снимать, и сниматься. Я этого терпеть не мог, когда еще просто был режиссером, чтобы быть и тем, и другим. Еще такая же картина возникла. «Туман рассеивается». О, да. С друзьями моими, там, с разведчиками, там, пообщались. Они говорят, ну, вот, как бы нам сделать. Я говорю, ну, давайте я вам найду хорошего сценариста, Бородянского, там, вот, нашли все, дайте, сказать, данные, там. Значит, потом мне приблизительно так же говорят. Женя, ну, ты же, вот, генерал. Ну, на самом деле, с консультантом очень похожи были. Вот. Ну, и, ну, а там был Эльдор Урзбаев. Вот. Ну, у него тоже, он говорит, нет, ну, это вот, это самое, ну, вот, вот. Ну, пришлось опять самому снимать. Ну, потом я снялся все-таки чисто в картине, где меня пригласили. Уже даже забыл название. Ну, неважно. Поэтому, ну, умение, как бы, сконцентрировать свое время на том, что при этом я не пропустил ни одного нашего заседания, ни одной комиссии. Моя комиссия по сей день одна из самых, скажем, востребованных и часто собирается, ну, и решает вопросы как индивидуально, я как депутат. Я принимаю четыре раза в месяц в разных местах. Это моя приемная в округе, приемная в Московской городской думе, приемная партийная, значит, там, где каждый единоросс обязательно принимает, есть определенное время. И в союзе кинематографистов провожу прием. Ну, теперь, наверное, еще буду в Ленкоме, не надо, да. А вот в Луне, наверное, в Театре Луны на Малой Ордынке, в замечательном театре на Малой Ордынке, тоже приходится общаться по всяким разным проблемам. Туман рассеивается, мне кажется, сейчас очень актуально прозвучало бы, если бы вы показали, все-таки, вот, про некую угрозу. И про то, как эти проблемы решаются. Очень многим профессионалам понравился этот фильм, да и зрителям понравился. Его несколько раз повторяли, он же был и на России, и на ТВЦ был. Мне кажется, сейчас нынешний вот этот военно-политический контекст, он совершенно по-другому будет ли это восприниматься в этом контексте. Надо, да, предложить. В советское время, я помню, вот в нашей, эти были сатирики, Жванецкий, это вот была сатира. А сейчас это сатира, то, что делают вот стендаперы, по-вашему? Ну, стендаперы есть разные. Есть сатирики? Есть разные. Там не знаю, я не смотрю. Нет, вот я, конечно, про нас говорю. Про нас? Про нашу. Ну, понимаете, ни Задорных, ни Жванецких нет. Хазанов реже появляется, к сожалению, на экране. Видимо, просто я не вижу. На самом деле, вы сказали о том, что я достаточно занят. Я новости посмотрю иногда. У меня каждый день мне нужно прочитать еще дополнительно несколько пьес или сценариев, которые тоже хотелось поддержать. Поэтому я редко это вижу. Вы ни сериалы, ни киноновинки не отсматриваете? Ну, я вынужден иногда, когда, естественно, меня приглашают, я во ВГИК иногда езжу. У меня свой фестиваль есть «Будем жить», где я просматриваю фильмы и молодых, и опытных кинематографистов обязательно, как художественный, документальный и короткий метр. Вижу, вижу картины, вижу спектакли. Сейчас я, как худрук, я должен ходить, смотреть, выбирать лучших режиссеров. Вот у меня сейчас в театре начинают репетировать и уже репетируют, с моей точки зрения, одни из топовых и замечательных режиссеров. Я сегодня сколько-то часов провел на репетиции Гришпада «Горящее сердце». Получил огромное удовольствие от возможности создать тот мир, в который увлечь артистов темой, сделать их соавторами своих произведений. Великолепно репетировал, я сегодня получил огромную удовольствие, так что спектакль будет очень интересный. Ваш коллега по линкому, Иван Агапов, мне говорил, что он придумал категоризацию режиссеров. Там три типа он выделяет. Те, которые не мешают актеру делать его работу, те, которые помогают и те, которые мешают. Вы себя к какой категории причисляете, как режиссер? Ну, однозначно я помогаю. Но то, что не мешаю, это точно. Но когда не мешаю, это не про меня. Потому что я добиваюсь того, чего я хочу. То есть вы жесткий в работе, как режиссер? Да, 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 конечно. Я знаю, что я хочу. А сами у вас есть режиссеры, про работу с которыми вы вспоминаете, скажем так, без удовольствия? Бывали такие у вас случаи? Попробую вспомнить. Нет. Может, потому что вы начинали мальчишкой совершенно, и как ребенок уже были настроены на то, что старший скажет, то и надо делать? Нет, ну, во-первых, старшие были достаточно умными людьми. Так, Юлий Карасик был настолько тактичный, талантлив, что он помогал мне реализовывать себя. Он верил в меня, он говорил, ты, ну, Даша, ты не просто талантливый, гениален ты. И он помогал мне раскрыться, я это чувствовал. Я сейчас думаю, ну, может быть, в театральном, потому что какие-то, может быть, вещи были на сопротивлении. Нет, мне все было интересно. У меня была всегда жажда получить от режиссера то, чего я еще не знаю, чего я не умею, чему я могу научиться. Были режиссеры, которые ничему меня не могли научить, но я тогда делал свое, то, что я уже умею. Я на площадку не приходил никогда не подготовленным. Я знал тоже, что я хочу в кадре. Уж текст-то я наверняка знал, знал, как я хочу произнести. А дальше, конечно, режиссер выстраивает все то, что... И здесь нужно прислушиваться, по крайней мере, если это невеликий режиссер какой-нибудь. Знаете, вот мне не удалось сняться, допустим, у того же Кончаловского, да. Но я до сих пор вспоминаю пробы, романс «Влюбленок», да. Я помню, он пробовал всю страну на героев, и последней тройкой было Кендинов, я и еще кто-то был. Значит, вы помните, там два возраста. И у меня были пробы с одной актрисой, а у Кендиновы были с... играла наша... как я забыл, малышка. Вот. И... ну, Кончаловский решил, что это должны быть... вот они... он должен быть более мощный. Женя был старше меня, там, и так далее. Вот. Но проба, которая была у меня с этой замечательной актрисой, я помню ту атмосферу, как я у нее учился этому. Я научился, я это вспоминал уже в своих других ролях, что я оторваться от этой партнерши не мог, которую я увидел вообще первый раз на пробах. Поэтому от каждого можно чему-то научиться. По крайней мере, можно научиться, что вот этого делать нельзя. Это тоже, тоже... и понимать, ну, насколько это может быть интересно. А вот насколько вы, когда играете, погружаетесь в образ? В том смысле, если вы работаете на площадке или на сцене с человеком, который в жизни не персонаж, а вот человек вам, ну, не очень, скажем, симпатичен. Вы можете его полюбить, если ваш персонаж обязан его любить и восхищаться? Или у вас всегда все-таки вторым планом вот это отношение к человеку, к исполнителю остается? Вы знаете, ну, просто, наверное, вот я сейчас с одним корреспондентом разговаривал, она написала, что я счастливый человек. Счастливый, видимо, знаете почему? Потому что я все делаю то, что мне нравится. И у меня не было вот таких вариантов, когда бы у меня были проблемы с партнером. Мне иногда говорят, вот ты же начинал сниматься с такими там партнерами великими. На самом деле, но, во-первых, после того, как я сыграл у Юрия Карасика, человека, которого я люблю, я не ощущал себя чем-то меньшим, чем кто-то любой другой артист. Карасик вселил в меня уверенность в себе. Комплекс полноценности. Абсолютно, абсолютно, и поэтому перечислить можно величайших актеров, с кем мне приходилось работать в кино, на радио, например, когда Алексей Владимирович Баталов пригласил меня на радио работать. Казаки по Толстому, поединок по Куприну, герои нашего времени. Даже Ромео Джульетта, хотя я Ромео Джульетта, вы знаете, озвучивал у Зефирели, Ромео Уальтинга озвучивал, а Зефирели потом прислал бумагу, он же отказывался, чтобы дублировали эту картину. Он говорит, не, ну что вы, я там работаю с этими артистами столько там, и снимали, а дубляж, ну что это, лучше титры пустите. И Калитиевский, известный режиссер, дубляжист, он говорит, ну давайте мы попробуем, вам пришлем. И мы прислали, и на студии «Союзмульфильм» есть бумага, где в том числе он пишет, он поблагодарил за дубляж, и говорит, ну особенно поблагодарите вашего Ромео, он в некоторых сценах сделал то, чего мне не удалось сделать с Уальтинга. Дорогого стоит. Конечно. Но в кино, я так понимаю, классики, вы прикоснулись один раз к Достоевскому. Это правда. В подростке. Почему так, это не складывалось, или какое-то есть отношение к материалу? Ну не знаю, вас нет, ну просто не приглашали, я благодарен Ташкову, что он меня пригласил, и это на самом деле было счастье с ним работать. Талантливейший человек, очень глубоко и чувствующий материал, и артистов, и персонажей. Вот, ну как-то не складывается, но вот я сказал, что вот на радио мне повезло. В театре мне повезло только тоже в одной пьесе найденного «Дети Ванюшиных» Алексея, где я играл. Вот. Ну как-то так вот в кино стал в основном таким социальным героем, хотя были у меня и комедийные роли. Вот в сказке удалось сняться только уже, так сказать, в возрасте относительном, где я сыграл у Арсеньева, у Павла, замечательного режиссера, снялся в «Гости из будущего». Я тоже получил огромное удовольствие. У нас просто рояль в кустах здесь есть. Ну вы сказали, надо принести какой-то предмет. Я, нет, подожди, я сначала подумал, но у меня не было возможности поехать и взять медаль, которую мне вручил Папа Римский, Ян II, за вклад в мировую культуру. У вас же самая долгая уединция была с ним вообще. Да. Я хотел ее принести, но, в общем, я ее так запрятал, чтобы она, знаете, чтобы ее не украли. А я вот просто хотел понять, вот там нет регламента, что он сразу не отводит какое-то время на того или иного визитера. Почему-то получилось такое долгое у вас беседо общение. Не знаю, почему. Сколько времени он отводит, я не знаю. Я думаю, что ему никто границ не делает. Столько, сколько он хочет, столько он и отводит. Кстати, во дворе уже было тысячи три-четыре людей, которые пришли к нему на встречу. Мы когда были в гостинице, я встретился, мы уже хорошо были знакомы с нашим глазняком Федоровым, его супругой. И они говорят, мы идем на встречу с Папой Римским. Я думаю, а я же тоже иду. Думаю, как-то в одно приблизительное время. А они шли вот как раз во дворе, первый или какой ряд у них был, а он выходил на третьем этаже, значит, на балкончике с ними. Встречался, общался. В это время я шел туда, к нему, в апартаменты. Проходил мимо, так сказать, всей красоты, которая есть в Ватикане. В фреске Микеланджело. Вот, конечно, волновался очень. И когда зашел к нему в его кабинеты, мы прошли в библиотеку. А уже в библиотеке открывалась дверь, и он туда должен был выходить на балкончик. Вот мы с ним беседовали. Он говорил о том, что русская культура вообще спасет мир. Он по-русски говорил не хуже меня, может быть, даже и лучше. Он, по-моему, 20 с лишним языков знал. Как он знал нашу литературу, это вообще сказка. Уделил много внимания Маяковскому. То есть, не Русаковскому, я хочу уточнить. Нет, Маяковскому. Кстати, у нас следующий год Маяковского. Я, когда стал депутаном, удивился, когда в нашем образовании стали сокращать Маяковского и, в принципе, убрали его из программы. Я думаю, ну, как же так, да? Папа Римский говорит о том, что Маяковский один из тех, который спасет мир, а у нас из программы убирает. Но потом, слава богу, сделали в Некласном. Я в Москве не один раз об этом говорил. Многие темы были затронуты. И вот, когда я вышел от него, мне сказали, вы больше всех, он с вами общался. Получица, да, по-моему? Нет, было 28 минут. Я говорю, а с кем же? Он говорит, ну, с вашим президентом. Он говорил, 27. Поэтому я счастлив, что я на минуту был интереснее Горбачева. Вы, кстати, с Михаилом Сергеевичем были знакомы? Был. Не очень близко, но был знаком, да. Перед его уходом, даже за несколько лет до этого, произошла такая очевидная совершенно ревизия общественной оценки его деятельности. И это не только с Горбачевым, это и с Борисом Николаевичем происходит с политикой. Как вы вообще относитесь к тому, что очень меняются оценки на противоположные порой? У тех же людей, насколько я понимаю, ну, та же там, условно говоря, страта, ну, допустим, ну, богема близкая вам, то есть люди вашего ремесла, они по-другому. За счет чего происходят эти процессы, вот это переосмысление, или что это? Вы знаете, вот в Москве есть такое правило, что памятные доски устанавливаются через 10 лет после ухода из жизни. Потому что сначала все считают, что огромный вклад человек внес, а проходит время, и те, кто живут в этом доме, не помнят, кто это такой, или отрицательно относятся к тому, кто. Вот, поэтому время, оно, как бы, так сказать, диктует многие понимания и решения. Потому что понятно, что все радовались тому, что происходит в перестройках. Все хотели, но все мечтали немножко о другом. Насколько это его вина, что не получилось, как многие хотели, как я хотел. Ну, не получилось. Но то, что произошло... Вы знаете, я даже считаю, что это... Многие считают, что это только благодаря ему. Я уверен, что это благодаря времени. И многим людям, которые хотели по-другому. Ну, тот же мой коллега и друг Говорухин, да? Хотели по-другому. Я, например, в тот период, уходя там из театра, уходя со студии Горького, потому что происходили перемены, занимаясь на студии Горького объединением третьим, который мне передал Станиславович Ростоцкий, уходя на картину, он мне его передал как художественному руководителю. Я хочу уточнить, это было персональное решение или где-то коллегиально это обсуждалось? Или это просто было его... Ростоцкий? Да, да, в отношении вас. На студии Горького это было его решение. И дирекция приняла это, естественно. Но это было его решение. И, кстати, тогда все переходящие красные знамена, соцтруда и другие, значит, они были у нас. Потому что я, вы уже знаете, очень организованный, у нас были фильмы, которые были фестивальные, получали призы, фильмы прокатные, которые собирали много, ну и так далее. Вот. Но я тогда уже рядом с студийной продукцией, я организовал и хозорасчет. И я считал, что вот если бы мы тогда, и сейчас считаю, возвращаясь, вот вы меня вернули в то время, если бы мы грамотно организовали движение тех людей, которые умеют лично продвигать современные по тому времени технологии, и хозорасчет, который давал свободу предпринимательству, и на студии Горького это великолепно делал Павел Арсенов в студии Ладья. Но потом все превратилось немножко в другое. И, ну, не будем далеко ходить, мы тогда с вами, у нас будет совсем другая передача. Если захотите со мной про экономику нашей страны поговорить, поговорим отдельно. Нет, я хочу все-таки вернуться к артефакту, который по просьбе наших продюсеров вы принесли. У вас же такая фишка есть, нужно принести с собой. Ну, медаль я не принес, но у меня на столе, в моем кабинете, держите, вот такой приз. Поскольку я организовал фестиваль для молодых кинематографистов, который называется «Будем жить», который уже больше 10 лет идет у нас в Москве, на какой-то период он стал чуть ли не самый большой фестиваль российского кино, а сейчас это уже фестиваль международный у нас. И, кстати, на последнем тоже он был международный, потому что, правда, те, кто хотел приехать из-за санкции, они не приехали из тех стран, которые подавали заявки. Но, тем не менее, были наши, так сказать, друзья из наших, значит, дружеских бывших республик. Вот. И когда я думал какой-то приз сделать, ну, в общем, разные были мысли. И мне мой друг говорит, Жень, а вот давай что-нибудь такое знаковое, что связано с кем-то вот из твоих героев. Я говорю, ну, я не знаю. Он говорит, ну, как, это такой известный человек, меценат Андрей Станиславович Чижик, это фамилия его Чижик. Вот. Он говорит, давай я тебе сделаю приз вот для твоего фестиваля. Я говорю, давай, говорит. А давай я сделаю, я тебе покажу. Вот понравится, я вот тебе буду дарить этот самый, я говорю, ну, давай-ка, дарить. Конечно, на фестивале много денег, что ли. И вот он сделал этого самого Вертера. Робот Вертер. Ну, я подумал, что в этом есть смысл свой, поскольку я поддерживал поначалу исключительно молодых кинематографистов, чтобы у них была возможность показать свое кино, чтобы они имели возможность проката там и так далее. Все это получилось, и они уже стали известными кинематографистами. И сегодня приз на нашем фестивале дает возможность получить там гранты там и так далее, и так далее. Это все-таки, ну, романтик, который дает возможность шансу, шанс каждому из тех, кто вот этот самый оленький цветочек возьмет. Я правильно понимаю, что этот персонаж, этот робот, это целиком, в общем, ваша, как бы, придумка? Конечно. Почему, конечно? Это не каждый же персонаж. А, ну, не, 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 ну, конечно, с режиссером, с режиссером, не, 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 это Павел Арсенов, мы с ним это придумали, в первую очередь Павел Арсенов, ну, а потом, конечно, я, нет, вместе, вместе придумывали, кто он, какой он, как он ходит, что говорит, как спеется. Вот вы рассказывали в одном из интервью историю, как вы в метро слышали, как мальчик с переломанной рукой. Да, 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 это была история. Хотел бы, чтобы вот доктор починил, условно говоря, реанимировал. Трогательно было, мальчик едет, значит, это, дедуля, скажи, пожалуйста, а вот этот доктор, который, вот, меня лечил, а у него, значит, гипс тут, вот как ты думаешь, он смог бы вылечить робота в рту? Тут говорит, да не, ну, это же человеческий доктор, а это же робот. Он говорит, ну, это же самый человеческий робот, как же вот это? Вот трогательно было. Чего не скажешь про «Терминатора», раз уж мы шварцейнеры упоминали сегодня. Но, тем не менее, есть популярный кинематографический журнал зарубежный, где они оценивали, так сказать, роботов, вот, они меня включили в десятку, то есть мы его, Вертера, то есть они смотрят наши фильмы, посматривают. Ну, конечно, куда, куда им без нас. Кстати, вот про гипс я по простой аналогии совершенно вспомнил эпизод из вашей биографии, когда, ну, было происшествие, и когда, так сказать, вы там переломали себе много чего, и у вас была нога в гипсе, насколько я понимаю. И вы с этой ногой в гипсе поехали в Киев сниматься. Да, да, да. Где у вас персонаж. Першанаж, так вот я когда слышал этот ваш рассказ, я не мог понять, это вы придумали, чтобы у вас першанаж был в гипсе, чтобы вы могли вот в этом состоянии играть, или он уже был прописан, этот герой? Нет, гипс там не был прописан, там просто была, поскольку я гонщик. По, вот поэтому, по этой линии. Да, 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 так сказать, я там падал, значит, и, ну, там не было прописано, что я в гипсе. На костылях. Да, и я этим звоню, говорю, ребята, я в гипсе, давайте начнем снимать не сначала там, где я, а я когда-то гипс сниму, вот, я могу сейчас приехать, и мы будем снимать эпизоды, и продлим эпизоды, я подольше буду в гипсе ходить, вот, а потом снимем начало картины. Это единственная травма ваша, я имею в виду производственная? Нет, у меня были падения с лошади, там такая была, взорвался такой, это не должно было, должны были просто дым, а там получилось, как снаряд взорвался, лошадь ее повело, в общем, падал. Единственное, что они, искав полка, были лошади, они не затоптали, но я очень сильно, у меня, ну, ладно, уж расскажу, две межпозвоночные грыжи, которые, но, тем не менее, я спортом продолжался заниматься, но вот, вот эта белорусская травма, падение, она не сразу дала себя знать, я продолжал много спортом заниматься, а потом смотрю, что-то у меня, у меня, вот, не могу правой ногой хорошо не ударить, крепко, что-то не получается, у меня уверенности в ней. Надо напомнить, что вы каратист, потому что значит, что ударить на бой. Я упал с десантного тренажера с четырех-пятиэтажным практически дома, там, что у меня осталось, то осталось, но молодость, в общем, практически. Это была человеческая ошибка, почему-то так произошло, то есть кто-то что-то сделал. Ошибка, ошибка, но я в суд не подавал, нет, ошибка была, вот, ну, и я тоже, может быть, легкомысленно был. А, все-таки вот так. Ну, а че же, конечно, конечно, вот, и, ну, тем не менее, в тот же день, когда гипс мне надели, у нас была съемка, мы в болоте, то есть я двигаться не мог, я стоял, да, в болоте, значит, как бы тащили эту пушку, я только подходил, когда снимали, чтобы, вот, но про каратэ, да, я один из первых в Москве занимался каратэ, тогда еще у нас был великий тренер такой Сато, конкурировали с Штурменным и Тадеушем немножко, разные были, как бы, школы, вот, и, ну, у меня две железяки в теле, в тазобедренном, одну менял на другую, я по сей день обладаю черным поясом, пятым данным, я президент Московской ассоциации боевых искусств по версии всестилевого каратэ, где-то 32 спортивные школы, в которых, ну, преподают мои коллеги, вот говорят, что решением высшего совета, а у нас самый высокий каратист находится в Канаде, в Канаде, так сказать, японец, который, так сказать, оценивает деятельность школ каратэ, вроде говорят, что готов мне шестой дан вручить, может быть, это будет в спортивной такой атмосфере, в хорошей. А с каких лет вы занимались? Каратэ-то? Да. Ну, это уже, это было, ну, как только оно у нас началось, мне трудно сказать. Там же были гонения какие-то, то есть это все было... Я не понимаю, но этому мы занимались все подпольно, подпольно, ездили с одного-другого места, чтобы нас не доставали, фильмы смотрели с Брюсом Лея там и так далее, это же тоже все, не все можно было смотреть. Надо было дзюдо заниматься. Дзюдо было, кстати, вполне легально тогда. Ну, так как-то вышло, знаете, так вышло. Хоть раз в жизни пришлось воспользоваться умениями? Отвечу так, я умею себя защитить. А вот про умения и знания, физмат-школа. Да. Опять же, пригодилась когда-нибудь? Она мне пригождается везде. В Востоке, поскольку она меня научила думать, мыслить. И, ну, как бы оценивать в любом случае ситуацию и считать. Я умею неплохо считать, поэтому я с бюджетом неплохо сам разбираюсь. Вот. Ну, вот вы сами сказали о том, что я достаточно организованный человек. Это тоже математика. Математика, там, читательная геометрия. Видеть, выстраивать картину. Это как для режиссера, это очень важно. Кстати, считаю, что в политике вот не хватает режиссуры. Потому что, ну, по крайней мере, тому, чему я научился, это умение начинать съемочный первый день с того, когда ты знаешь, чем ты заканчиваешь сценарий. До метра у тебя все рассчитано. Рассчитано, так сказать, изобразительно, рассчитано в смете. Я никогда не перерасходовал бюджет свой, будучи режиссером и будучи художественным руководителем. Поэтому я думаю, что в жизни просто нужно то, чем ты занимался, обязательно сохранять это как твой опыт и этим пользоваться. А вот вы считаете, случай нас ведет? То есть, если бы не было какого-то стечения обстоятельств, могла бы сложиться ваша биография? Или вы все равно бы пришли бы на эту эстезю? Не знаю. Я случайно оказался артистом. Вы знаете, с улицы пригласили сниматься в кино, будешь сниматься, да-да. Не знаю. Просто я реально верю в судьбу, в случай и верю в то, что человек кузнец своего счастья. Можно воспользоваться этим, а можно не воспользоваться. Вот я, видите, я был и в театре, и в кино, и там даже бизнесом занимался, и чем угодно. Бизнесом каким? Вы имеете студию? У вас же была такая... Ну, не только студия. Не только студия. Большим бизнесом занимался, и там у меня все получалось. Но вопрос в том, что нужно делать, конечно, то, к чему тебя тянет, и обстоятельства, они по-разному складываются. Но по жизни нужно ими воспользоваться. Обязательно. И быть готовым к этому. Поэтому я, когда выступаю там в школе, в институте, рассказываю, ну, может быть, на своем примере. Ребята, вот сегодня время такое, на самом деле. Вы можете стать кем вы захотите. Вот сегодня возможностей во много раз больше, чем у нас было все-таки ограниченной возможности. С моей точки зрения. Просто нужно сегодня стараться быть чуть лучше тем, кто с тобой рядом. И учиться этому. Вот любишь эту профессию, вот старайся. Инженер, механик, кто угодно. Водитель. Но старайся быть лучше, ну, там, космонавт, кто угодно. Он артист или режиссер. Как мне Витя Павлов все время говорят. И, кстати, Егорченко. Они в этом смысле очень похожи. Понимаешь? Ты вот так вот играешь, играешь. А потом нужно сделать это. Я вот, говорит, смотрел, а ты когда вот своей партнершей играл. Ты прямо вот весь растворялся, растворялся. А потом вот. Я думаю, а молодец какой. Вот она же вся в этом, да? Витя такой, Павел был. Замечательный актер другой. Политик должен быть актером? То есть уметь лицедействовать? Я знаю, что многие политики занимаются, так сказать, актерским. Речь. Ну, умением, наверное, как-то выстраивать. Жириновский был актером, Владимир Вольфович? Он гениальный артист. Он гениальный артист. И очень умный человек. И очень умный человек. Он знал, что он делает, что он хочет. То есть это был образ? То, что видели телезрители, избиратели, это был персонаж? Или это все-таки был тот самый Володя Жириновский? Я думаю, что он иногда жил своим образом, придуманным образом. Он в него жил. Вот. Но так я его просто видел в жизни. Такой вроде совсем тихий, скромный человек. Как-то вот так у него какие-то... Он был очень разный. На самом деле он ярчайший человек. Ярчайший политик, дипломат. Хотя такой, знаете, шумящий, кричащий. Но рядом с ним трудно еще кого-то поставить. Вот вы и в кино снимаетесь, и в театре выходите на сцену. А ведь мне кажется, ну как дилетант, что это два разных ремесла. Вот быть театральным актером и быть актером на площадке... Это разные. Это действительно разные. Я согласен, это разные. А учили вас какому ремеслу? Ну, я учился в театральном. Да. Но я параллельно все время снимался. Хотя это не поощрялось, насколько я понимаю. Меня чуть не уволили из Щукинского училища. За какую ленту имену? Сашу с Вдовином. Чуть ли не за то, что я у Миты снимался. Это самое... Как же фильм-то был замечательный. Точка-точка запятая. Как-то там вдруг попало, что я у него... Кажется, в этом фильме Саша тоже в каком-то хорошем фильме снимался. Вот. Ну, кончился тем, что там за меня... А, нет. Обвиняется в убийстве. Фильм, который получил государственную премию. А я не мог в нем не сниматься, потому что я играл роль паренька, которого знал в жизни, которого убили, которого убили в нашем соседнем дворе, который учился в нашей школе. Он учился старше, он был сыном священнослужителя. И он читал стихи на одном из вечеров, потрясающие. И я эти стихи запомнил, полюбил. И, кстати, когда поступал в Щукинское училище, я их читал. И когда вдруг сценарий предложили о этом нашумевшем деле в Москве, где четверо ребят из благополучных очень семей, высокопоставленных, убили в беседке этого паренька, потому что он заступился за девочку, которую они хамили бутылкой по голове. Но я не мог не сниматься. В общем, я снимался. Ну, там за меня заступился мой худрук Анатолий Иванович Борисов. Мне влупили четверку по актерскому мастерству. Просто за это? Да, но чем-то должны были. Захава со мной разговаривал. Очень строго. Но я все равно потихонечку снимался в других картинах. У вас было несколько совершенно потрясающих, любимых зрителями ролей, когда вы играли, скажем так, силовиков. И чекистов, и ментов. Вот с одной стороны, вы политик, и человек с этим опытом вживания в роли таких людей, этатистов, государственников. С другой стороны, вы представитель, понятно, значит, вот артистического сообщества. Ну, как принято говорить, богемы. Как вот вы, вот это такая дихотомия здесь, относитесь к тезису, что когда грохочут пушки, музы должны молчать. Вот здесь, кто из этих двоих Герасимова воздет слово? Вы знаете, есть же и другая, как бы, поговорка. Когда, вот, наоборот, эти музы говорят, то пушки молчат. Вот так вот. Да, это я помню, когда на сцену выходил Вайнер, выходил Папаха, этот самый, как его, танцор наш, Исамбаев. Исамбаев, да, это впечатление. Да, говорили, вот когда говорят музы, то пушки молчат. Эти люди влияли на, так сказать, на все, на многое, что происходит в мире, в стране. Но, поэтому, разные пушки и разные музы. У нас муза – это золотая рыбка, наша программа так и называется. И по формату я попрошу вас к ней обратиться с каким-нибудь пожеланием, что-нибудь загадать, но вслух. Вы знаете, у меня сегодня дорогая золотая рыбка. Я могу только одно желание загадать, чтобы был мир во всем мире, чтобы люди были счастливы, чтобы не было войны, чтобы каждый из нас получил то, что он хочет и что заслуживает. Не могу не присоединиться. Спасибо, Евгений Владимирович. Спасибо за беседу.